Наша следующая тема – «Говорящие имена в литературе». Я очень люблю эту тему, и какие-то материалы к этой теме я собираю много лет. И проводила самые разные, включая открытые уроки по этой теме. Поэтому в данное время я решила поговорить с вами на эту тему. Все мы пишем сочинения. В этом сочинении мы разбираем какое-то произведение, а в нём, конечно, есть герои. С чего мы должны начинать? Какие тезисы мы должны оформлять? Какие аргументы приводить? Это зависит от нас, от нашего культурного багажа, от нашей прочитанной библиотечки книг, от нашей эрудиции. Поэтому я думаю, что сегодняшние материалы будут вам в какой-то мере полезны для аргументации нашего сочинения. И начнём мы с героя комедии Фан Визина «Недоросль» Митрофана. Это имя очень редко встречается. Я в своей жизни встретила только одного Митрофана в студенчестве, и то товарищи его называли «Миф». Коротко. Но мы не будем так фамильярно относиться к нашим героям. Вот Митрофан Простаков. Слово «Митрофан» означает «подобный матери». Я ещё раз подчёркиваю, что писатели подбирают имена не просто так, скажем так, с потолка, а с какими-то мыслями, размышлениями и с тем, чтобы имена подходили к образу этого героя. Вот подобной матери, как мать его любит. Именно слепая материнская любовь привела к тому, что Митрофан остался таким недорослем. И мы знаем, что в конце комедии он отрекается от неё и говорит, «Как же ты мне надоела!» Ну, будем думать, что потом они помирились. Очень часто встречающееся имя Александр, в данном случае Чацкий, означает «защищать» и означает «мужчина». И мне кажется, Александр Чацкий в комедии «Горе от ума» – это защитник общества от консервативных идей, от идей Фамусова и тому подобных. Следующее имя Евгений – это Евгений Онегин, энциклопедия русской жизни. Евгений из поэмы Пушкина «Метный всадник». И вторая половина XIX века – это Евгений Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети». Имя Евгений означает «благородный», «знатный». Может трактоваться, конечно, иронично или прямо. Но мне кажется, Евгений Онегин – это действительно благородный и знатный человек, хотя он по типу относится к лишним людям. А по отношению к Евгению из «Метного всадника» – это, наверное, всё-таки ирония. И Базаров. Базаров у нас нигилист. Возможно, он и сам отрицает значение своего имени. Поэтому можем сказать, что и к нему это имя может относиться иронически. А может и нет, потому что Базаров – это настолько мощная натура, настолько много обещал он и в науке, и в обществе, и только вот ранняя нелепая смерть оборвала его жизненные попыщи. Нам Татьяна Ларина. Имя прямо переводится так – «из рода древнего царя Татья». То есть подчеркивает царственное происхождение Татьяны. Хотя считается, что имя Татьяны впервые, как пишет Пушкин, употребляется в русской литературе. До этого героини носили красивые имена, как Ленора. Но видите, что имя Татьяны тоже имеет царственное происхождение. Это имя носят люди с сильным характером и богатым внутренним миром. Что и отличает Татьяну Ларину. Как сказал Достоевский в своей речи на открытии памятника Пушкину, такой красоты и силы изображения русского национального характера, кроме Татьяны Лариной, я, наверное, вижу только в лизе из дворянского гнезда Тургенева. Примерно так он сказал. И вот прямо на этом банкете Достоевский и Тургенев, которые были, можно сказать, в неприязненных отношениях, помирились. Потому что Достоевский сравнил Татьяну и Лизу из дворянского гнезда. Продолжаем. Имя Петр. Вспомним Гринева. Это один из моих любимых героев из романа «Капитанская дочка». И Пьер Безухов. Это французская трансформация имени Петр. И в свое время я была в соборе Святого Петра в Риме. Я провела там очень много времени в одиночестве. И имя Петр означает «камень, скала, прочный». И носят это имя люди надежные и гордые. Посмотрим. Петр Гринев. Отец ему сказал перед его отъездом из дома, «Береги честь с молоду». И много перипетий было в романе. И из всех этих испытаний Петр Гринев вышел и верным, и надежным, и гордым, ничем не запачкав свою честь. И Пьер Безухов тоже. И в плену был. Да, и женат был на Эллен. Но вот в конце конструкция его жизни привела к тому, что он женился на Наташи Ростовой, и у них счастливая семья. Мария. Маша Миронова, Мария Балконская. Это имя означает «быть кольким». И мы вспомним, что это имя носила Богородица. Иметь тяжелую судьбу, нежная и умная. Вот Маша Миронова потеряла всех своих родных. И Мария Балконская осталась одна. Но они продолжают свою жизненную стезю. Андрей Штольц из романа «Обломов» и «Балконский». Вот означает «мужественный, храбрый, ответственный». Павел Фамусов и Чичиков означает «малый, незначительный». И в то же время носители этого имени, люди меркантильные. А мы вспомним, что Фамусов хотел бы выдать замуж свою дочку за полковника Скалозуба, который золотой мешок и метит в генералы. И ораторские способности. Вспомним, как Чичиков уговаривает помещиков продать ему мертвые души. Илья Обломов – верующая сила Божия. И в то же время человек добродушный, честный, уступчивый. Это имя ему очень идет. Тут мы взяли имена Акакий – тихий, незаметный человек. И мое любимое имя – это Катерина. Видите, сколько много героинь с этим именем. И Кабанова, и Измайлова из «Леди Макбет» Нценского уезда. Одинцова, Катя и Мармеладова. Вот импульсивные, обидчивые люди с фантазиями. Марфа Кабанова – настойчивая и решительная. Наташа Ростова – родная. Как она танцует и как Толстой об этом пишет. Как в этой графинечке остались исконно русские черты. Как она танцует, русский танец. Простая, добрая, естественная. Любимая героиня Толстого. И другие имена. Матрёну я взяла из Матрёниного двора. Матрона – это латинское имя в Древнем Риме. Так называли почтенную замужнюю женщину. Но носят это имя люди спокойные, тихие, скромные. Потому что первым названием этого рассказа было «Не стоит село без праведника». А праведница – это Матрёна и есть. Ольга Ларина-Ильинская. Мы как-то привыкли несколько негативно относиться к Ольге Лариной. И всё же вот она девушка страстная, эмоциональная. Аркадий Кирсанов. Конечно, Аркадия. Человек из страны счастья и блаженства. Доброжелательный, прямолинейный. Он связал свою судьбу с Катериной. И Степан Калашников из песни про купца Калашникова. И Степан Плюшкин из «Мёртвых душ». Вообще-то это имя означает «диадема и корона». Очень так непривычно. И священно-мученик Стефан носил это имя. И носят его люди трудолюбивые, верные и требовательные. И Степан Калашников погиб. Можно сказать, был казнён, защищая честь своей семьи. Ну и Плюшкин начинал свою жизнь как человек трудолюбивый, верный, семейственный. Но потом, когда члены его семьи уходили, то окошки его души закрывались, затворялись. И осталась вот такая прореха на человечестве. Но мы могли бы хотя бы надеяться на то, что Гоголь во втором томе «Мёртвых душ» исправил Плюшкина. Плюшкин исправился и стал другим человеком.